И вот оно, утро следующего дня, и мы едем снова в бой, но сначала в Хомзиба. Привет, друзья! Сегодня наступил момент, когда нам нужно продолжить работать над светом у медиков. Сегодня мне должны были подготовить балласты, поэтому я сейчас заеду по пути. Ну, не здесь балласты, мне в другом месте приготовили балласты. Сейчас заеду здесь, только куплю вакуумную резинку для унитаза, которую в прошлый раз я не смог починить, потому что их не было. Здесь, вроде говорят, как есть. Ну, заедем в Хомзиба. Кстати, захожу в Хомзиба, и смотрите, здесь все не все, но кто-то уже без масок, кто-то с масок. И даже я иду сюда без маски. Уже появляется все больше и больше заведений, где можно зайти без маски. О, музыку не выключу. И спокойно себя чувствую без маски, грубо говоря. Так, осталось найти то, что мне нужно. Видите, люди без масок. В принципе, вот эта резиночка должна решить мою проблему. Можно либо это, либо не это. Возьмем пару запчастей. Если нужно какой-то для сантехники, я купил Хомзиба. По Бласту я купил в специальной конторе. Сейчас я стою, и ко мне их просто вынесут. Я оплатил уже вчера, должен был забрать вчера, но вчера мне не позвонили, не сказали, что у тебя все готово, забирай. Потом приехал сюда. Так, дорожническая сделка прошла. Проверим балласт. Как он тут выглядит. Вроде как похож. Это не совсем тот же, который стоит, потому что тех, которые там стоят, там уже давно нет. В продаже имею ввиду. Но самое главное, чтобы эти подошли. Ну окей. Поехали. Деньги сами себя не заработают. Что-то я сегодня ни черта не могу проснуться, поэтому пойду-ка я сделаю себе кофе. Походу здесь тоже можно без маски, да? Ну да. Зашли и пошли. Сейчас тот момент, когда не знаешь даже какой размер взять, потому что смол вроде бы не маленький. Ну ладно, возьмем средний. Средний наверняка. И что тут у нас из кофе есть? О, обычно смотри на этот вот level, на уровень. Чем больше, значит тем горячее. А я люблю очень горячее. Обычно я делаю вообще химию на самом деле. Я еще из машины немножко добавляю. Вот так вот, для аромата чистки. Пока ехал к месту, не успел добить кофе. Сейчас еще пару глоточков и в бой. Уже чувствую прилив тепла и энергии. Ой, вкусняшка получилась прям капец. И так, наверное, я начну с того, что мы сделаем этот унитаз. Видите, он не срабатывает. Вот, сейчас сработал. Поэтому мы включаем воду вот здесь и разбираем конструкцию. Так, все, закрутил. Ну и ничего не работает. Все, теперь спокойно разбираем. В общем, я уже все открутил. Скорее всего, это резиночки капец. Сейчас я ее, блин, перчатки не взял, ну ладно. Вынимаем, ставим ногу и закручу. Должно все заработать. Ну что, проверяем, да? Все работает. Самый прикол, смотрите. Я это не заметил в прошлый раз, а сейчас заметил. Здесь есть много-много-много следов о том, что вода течет. Уже давно течет. Вы видите, такое все печальное. Я вам скажу, что, ребята, я это починил. А вот это вот тоже нужно менять. Вообще, в идеале, менять всю конструкцию. Потому что даже вот здесь, если видите, капелька течет. Везде все течет. Надо менять. Ну, что скажу, то и будем делать. Ну, либо останется так. На усмотрение хозяина. Ну что, с богом балласт. Сейчас представьте, я купил, а он не подойдет. Он будет печально. Получается, что и балласт уже не вернуть будет, грубо говоря. Работы не сделаем. А, надеюсь, придет. В общем, так как это мелджи-дсилает, к нему питание идет на постоянку. То есть, ну, вы видите, да? Хоть несмотря на то, что весь свет выключен, здесь все равно будет идти. Потому что он должен работать, когда света нет. Печально. Поэтому будем работать на горячий, так сказать. Когда я на полпути к успеху. Смотрите, сколько много здесь проводов. И сколько много вариантов. Ну ладно. Четыре всего варианта, которые можно было использовать. Мой вариант самый нижний. И я сейчас аккуратненько, медленно, шаг зашалим. Чтобы ничего не перепутать. Потому что некоторые провода одного и того же цвета. Подключаю все вместе. И после этого, ну, одна надежда, что все заработает. Не то, что надежда. Уверен на 90%. Ну, еще, старый баллаз лежит. Но уже стоит. И вы даже видите, что горит там лампочка. Все, что я делаю. Во-первых, опасно поднимаясь по лестнице. Когда у меня ни одна ротань держит листь. Ставлю лампочки. И проверяем, что это работает. Все. Итого, первый момент. Видели? Emergency light. Он работает. Значит, лампочка. Верни баллаз. Все. В порядке. Теперь второй момент. Это нужно почти включить весь свет на всю комнату. И они формально должны быть все загореться. О, ни фига себе. Ну, с Богом. Вот оно, счастье. Ай. Еще таких, по-моему, пять. Нет, четыре. Было всего пять. Слушайте, прикол. Если я нажимаю, смотрите, как происходит все. Чик, чик, бух. Другие, которые я проверял, так не делали. Соответственно, у них тоже нужно менять баллаз. Но... Я не знаю. Они не захотят. Потому что за замену вот такой вот ремонт одной люстры я беру с них 310 долларов, по-моему. Материал, в общем, в итоге получилось все берут за 50 долларов. Люстру я перевайрил. То есть переводключил все провода за час-двадцать. Но это было первое непонятное. Все остальные одинаковые будут идти уже быстрее. Но, слушайте, приятно же, правда? Надо 200 долларов в час. Ну что, сейчас посмотрим, насколько опыт мне поможет... Насколько быстрее опыт мне поможет разобраться с этой люстрой. Надеюсь, быстрее, чем за час. Так, там вообще прекрасно. Там плоская. Там плоская. Догадались же, ребята. Ну ладно, что сделаешь? С плоской да плоской. Задымаем. Такой же баллаз. Ну что? Понеслась душа в рай. Так, все та же процедура. Много проводов, которые нужно переподсоединить. Сначала нужно на новый баллаз здесь. Так, ну светлый справился за 40 минут. Уже быстрее. Руки длились. Работают легче. Осталось поставить кавер. И... А, еще если не как вариант. Надо будет мебель собирать. Все. Все собрал, все сделал. Теперь все пакую. Закрываю. И еду домой. Время сейчас у нас 4 дня. Сюда я приехал в 11. Перерыв на обед был. Минут 30-40. Съездил, кофе попил в Макдональдс. И в Home Depot пару деталей сдал. И за эту работу... Я на самом деле честно пока точно не считал. Но в среднем... Не в среднем, а плюс-минус. Мне сегодня должны заплатить... Короче, там получилось грубым подсчетом 980. Минус налог, который дают штату. И запчасти, которые потратил. Короче, долларов 600 сегодня по-любому заработал. Даже 700 я бы сказал. Ну, да ладно. И еще впереди здесь у меня 3 люстры, чтобы поменять. О, конкуренты. Hanks Candyman. Сказал Candyman, как конфета, блин. Handyman. Видите, какой большой мини-вэн. Но мне такое неудобно. Слишком большой, громоздкий. На таком даже сильно не погоняешь. Вот. Мне еще надо 3 светильника и 2 такие же полочки собрать. Я сегодня сказал, что я уже не буду. Потому что сейчас вставать, и потом я нифига не доберусь домой. Вернее, доберусь на 2 раза дольше. Да и плюс надо работать в удовольствие, а не напрягаться. Если вы получаете удовольствие от работы. Я вам это неоднократно говорил. Значит, вы не работаете. И самое главное, что у них там ничего не экстренного. И на сегодня работы хватит. Может быть, еще сейчас кто-нибудь позвонит на стиме. На самом деле, один звонок был, но что-то отказался. Ладно, домой. Тот момент, когда едешь домой. И в трафике такой прикольный автомобиль. Им, конечно, наверное, жирковато. Так как на улице сейчас 89 градусов по Фаренгейту. Но это, знаете, как круто, да? Четко. Ой, как хорошо на улице. Правда, немножко душновато. Каждый раз, когда так выходишь, думаешь, блин, только надеюсь, что грады не будет. Но, в принципе, вроде бы, как бы сезон Грандс должен был пройти. И, наконец-то, может быть, начнется лет. Потому что, ну, сколько можно. Но сегодня у меня максимум один заказ. И то, если мы договоримся по цене. Поэтому поедем, посмотрим, что там нужно сделать. Это, наверное, какой-то такой отверт. Какая-то отвертка. Отвертка не работает? Да. И это только этот отверт или другие отвертки? Только этот, который мы знаем. Я не знаю, если есть. Так что, вентка не работает. Он будет настройки. Но это не будет... Это очень холодно здесь, очень быстро. И не кажется, что это сделает ничего. Не знаю. Ну, мы проблему посмотрели. Сейчас отправлю список хозяину. Хозяин живет в Калифорнии. У него здесь, в этой области, каким-то боком пять домов, он говорит. Говорит, давай, на первом, если мне понравится, как ты работаешь, то тогда, говорит, будешь моим постоянным хандименом. Ну, сейчас посмотрим, понравятся ли ему изначально мои цены. И оттуда уже будем думать. Все. Пока больше на сегодня ничего не предвидится. Просто едем вперед. Ну, вот туда вперед. И вот так вот этот день и прошел. Сидел дома, писал там бумажки. Повыставлял людям приблизительные цены за работу. Сейчас посмотрим, согласятся не или нет. Молодец спортсмен. Мне каждый раз, когда, знаете, едешь, они среди дороги едут, и тут дождь начинается. Мне так их жалко. В общем, мне сегодня, пока я сидел дома, написали опять с медицинского офиса, где я, когда-то вчера, вчера чинил унитаз в женском туалете, и сказал, слушай, нам не нравится, что эта капелька там идет, давай-ка все полностью заменим. И за это у меня спросили, сколько ты возьмешь? Я сказал, ну давайте, ребят, 250 долларов и плюс материалы. Материал там что-то 150 долларов, но на материалах я тоже, наверное, долларов 50 заработаю. В общем, как будет, так будет. Сначала надо найти, потому что не в каждом Home Depot есть. И, как вариант, придется предсказываться онлайн. Но это все мелочи. Самое главное, что они дают мне еще работы. Наверное, дособеру еще пару полочек, они сказали. А завтра я возвращаюсь в офис, который, помните, буквально три дня назад я собирал полки за 120 долларов. Сказали, что еще две полки пришло и нужно их собрать. Нужно, сделаем. Сейчас я спокойненько еду на тренировку. После чего буду просто отдыхать. Я бы не сказал, что я сегодня прям вообще как-то напрягся или еще что-то такого плана. А у меня было в планах, на самом деле, сегодня сходить пострелять с пистолетом. Но тир до девяти, на тренировке до семи тридцати. В общем, не хочется просто гнать и быстро все это делать. Потому что хочется насладиться моментом. У меня там дома я прикупил себе 200 патронов. По-моему, 200. И хочется не все их выстрелить. Но, по ходу, не сегодня, а в следующий раз. Ладно, спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok